привет зритель так получилось что случился таймлапс кошка бежала хвостиком махнула и вот вышло у нас такое а потому так как я вчера забыла упомянуть о некотором моменте маслопресса в обзоре маслопресса я скажу тебе о маслопрессе здесь выгодно ли делать масло самой ну конечно у тебя не сразу окупится маслопресс если ты решишь купить маслопресс также как я но все же окупится например я недавно делала в другом маслопрессе да ты увидишь обзор другого маслопресса который я купила еще 28 октября этого года спустя буквально два месяца после первого маслопресса другой фирмы немножко другой модели если ну про эту модель потом увидишь в обзоре короче говоря я покупала за 490 рублей килограмм семян тмина черного тмина и у меня из килограмма вышло 360 миллилитров и смотри этот килограмм тмина 490 рублей масло тмина черного от 250 допустим миллилитров 250 миллилитров стоит от 600 рублей то без 600 рублей за 250 миллилитров соответственно намного больше будет если бутылочка в 350 360 миллилитров уже как бы выгода плюс из килограмма черного тмина получается 700 с чем-то грамм но это будет потом отдельным обзором тоже я делал записывал еще и как я делаю масло черного тмина 700 с чем-то грамм 730 с чем-то грамм жмыха который можно использовать также вот мариновать допустим мясо как семенами черного тмина делаю я там добавлять в еду можно добавлять в кефир другим жмыхом очень вкусно получается это очень густая такая штука получается вкусно плюс еще вот 360 миллилитров остается масло самого чистого раф масла сыродавленного также я делала из кунжута ну нам не помню уже какая пропорция была но она во первых выходит вкуснее во вторых она выходит как бы дешевле я считаю что это намного дешевле как бы дел если у тебя уже есть масло то тебе дешевле соответственно делать дома масло самому самой самим чем допустим его покупать потому что из семян и орешков выходит не только масло но и жмых из жмыха можно сделать конфеты веганские можно добавлять в супы в салаты в каши можно просто так потрескать я делала масло тестово из кедровых орехов я умудрилась все время купить ну как бы если ты покупаешь не на развес непонятно где там на рынке фиг знает какого срока годности эти эти семена орехи сырье это а вот на вадьбере соленозон я покупала кедровые орехи в начале сентября как раз только только свежий урожай и мне удалось купить тогда за тысячу килограмм и конечно это зависит от масляной содержания масляного жира в общем сколько в сырье жира есть и столько примерно вот смотри там вот допустим на 100 грамм орехов допустим столько-то там грамм жира и вот этот процент как раз будет примерно выходить этого масла из до допустим грамм орешков или сырья ну как то вот так может там и 100 грамм допустим быть 35 миллилитров но это все равно намного дешевле выходит чем если ты покупал магазине чистое масло и я считаю что это намного выгоднее и принципе если ты любишь всякие такие разные масла как я не только там одно подсолнечное то маслопресс эти советую приобрести если есть финансы которые не поют романцы второй маслопресс у меня вышел чуть-чуть дешевле где-то тысяч на пять чем предыдущий но это опять же будет в отдельном видео и что хочу сказать конечно в маслопрессе если ты внимательно смотрел слушал или читал допустим даже титры потому что я озвучивала это в обзоре и просто в титрах писала на экране нельзя сделать таком маслопрессе масло кукурузное потому что во первых в кукурузе во первых это делается из молодых зерен кукурузы во вторых где эти зерна молодые кукурузы взять если только поле не засел или у тебя там есть какой-то знакомый который тебе может поставить эти зерна кукурузы ну и третьих она довольно мало жира в ней содержится поэтому как бы выход масла небольшой но семена крепкие твердые также как семена сои не получится из такого именно сделать полупрофессионального маслопресса для домашнего использования нельзя сделать масло авокадо потому что это делается вообще не из косточки а из плодов там немножко другой вариант процесс приготовления идет нельзя сделать из дома масло оливковое для него вообще отдельно масло пресс идет для масло оливкового но у меня оливки не растут в свободном доступе поэтому как бы я даже не загоняюсь на масло олив на масло пресс для оливок но и как бы я к оливковому маслу более-менее ровно дышу также как к кукурузному рисовое масло делается из рисовых отрубей плюс сами рисинки они довольно крепкие очень более сухие и у них тоже содержание жира намного меньше чем допустим в кедровом орехе сырье в любом случае стоит намного дешевле чем покупать готовое масло и при желании можно допустим если ты жаришь какие-то там свои блюда то можно жарить на раф масле кунжутном я это уже попробовала это довольно вкусно и допустим те же азиаты жарят на масле кунжута буду рада если поддержишь мой канал спасибо за просмотр и пока